Доброго времени суток! Давайте посмотрим, что в сентябре ожидает близнецов. Общее направление месяца, финансы, бизнес или дело, которое приносят деньги, личные отношения, здоровье, как будут складываться эти направления для близнецов. Итак, каким будет, в общем, месяц сентябрь для близнецов? Ого! Ждите какого-то подарка именно для семьи, либо кто-то создаст свою семью, но подарок от высших сил ждите. Отличная карта вообще. Пока, во всяком случае. Вы будете постепенно идти к успеху, не спеша, медленно может быть, но Вы будете развиваться, и именно развиваться успешно, что Вам будет приносить и финансы, и любовь, и отношения. Но есть какой-то внутренний конфликт, потому что Вы себя ощущаете одинокими. Может быть, как раз вот это вот и есть замужество или же нитьба, когда Вы, наконец, обретете семью. Но разберитесь перед этим с собой, почему Вы себя ощущаете одинокими. Потому что даже поставив штамп в паспорте, все равно можно вечерами в уголке на диване чувствовать себя в полном одиночестве. может быть, это Вам комфортно, или Вам придется отказаться от Вашей прежней жизни, то, что Вы, тот темп, в котором Вы жили. И это Вам, может, не очень нравится. Может быть, и такой вариант. Почему я привожу разные варианты? Это усредненный расклад. Для каждого он может проиграться по-разному, может частично, может полностью, для кого-то вообще может не проиграться. Поэтому озвучиваю разные варианты, что может быть. Давайте посмотрим в плане финансов, как будут у Вас складываться дела в сентябре. В принципе, можно сказать, что по-старому. Хотя Вы будете что-то предпринимать новое, или будете продумывать, думайте очень хорошо, прежде чем что-то новое внедрить. чтобы можно было избежать каких-то неприятных моментов. Либо, может быть, поездка, которая финансово окажется для Вас невыгодной. И только тогда, когда все продумаете, действуйте и еще раз продумайте. И постепенно Вы будете двигаться к успеху. То есть думаем, просчитываем. Самое главное, не попасться на какой-то обман. Либо самим не ходить по лезвию ножа, потому что можно где-то все-таки ошибиться и попасться. Вот. Ну, смотрите, будьте осторожны. Мошенники не дремлют. Давайте посмотрим, как у Вас будут складываться дела с бизнесом, или делом, которые Вам эти самые финансы приносят. Для Вашего бизнеса или для Вашего дела наступает какой-то новый период. Старый заканчивается, новый наступает. Причем очень деятельный, причем от которого Вы отказаться не сможете. Вас будут буквально в это толкать, что это нужно сделать, чтобы Вы не расслаблялись. Важно очень многое продумывать. А может быть, это мужчина, который где-то очень даже жесткий, будет помогать Вам решать какие-то вопросы. Но при этом Вы в сентябре сможете достигнуть своей цели, если она у Вас была, причем даже неожиданно. Вы будете двигаться к успеху очень успешно и его достигнете, но неожиданно для себя. Да, Вы будете победителя. Но кто-то может Вам в этом деле помочь. Либо Вы очень внимательно все продумываете и действуете. Тем более, уже если есть у Вас опыт в этой сфере, то это Вам принесет успех. Как будут складываться у Вас дела в личной жизни? В сентябре. Какой-то Вы будете выяснять очень бурный вопрос. Либо со своим партнером или партнершей, либо какое-то будет столкновение с кем-то из знакомых. Но Вы, которые, может быть, Вам что-то скажут не очень приятное в отношении Вашего партнера или партнерши. Но Вы его победите, так скажем. Вы решите этот вопрос, но все равно столкнетесь с женщиной довольно-таки жесткой, которая может быть и очень жесткой. У меня там супруг кашляет. Довольно-таки громко можете услышать на заднем плане, так что не удивляйтесь. Но при этом именно в плане любовных отношений будет у Вас максимально хорошо. Но такое все равно напряжение будет, острота будет. И поэтому будут моменты, когда это может приводить к ссорам или когда Вы будете не знать, что дальше делать и чувствовать себя одинокими. Помните, там где-то тоже отшельник выходил? Вот. Вот почему. Что какие-то будут стычки. Ну, Вы продумывайте свои действия. Продумывайте, что Вы говорите, что Вы делаете. И тогда Вы сможете вот эти вот уменьшить это напряжение, острые ситуации сгладить и выйти на тот уровень отношений, который Вам нужен. А все плохое останется позади и только будете идти вперед. и это Вам еще и возможности откроет много для начала каких-то новых планов и в частности для начала может быть семейной жизни. Помните, тут тоже карта выходила в начале? Вот это. Так что все в Ваших руках. Всегда все зависит от человека. Где-то либо мы промолчим, либо мы можем ляпнуть то, что приведет к неприятностям. Поэтому думайте, думайте. Самое главное продумывать все, взвешивать и держать себя в руках, потому что все-таки есть жезлы, которые дают напряжение в отношениях. Ну а как со здоровьем у Вас будут складываться дела близнецов в сентябре? можно сказать, что довольно-таки благополучно. Да, Вы справитесь со многими вопросами, со здоровьем будет, в общем-то, хорошо, но не уходите в депрессию. Если Вы даже ощущаете себя одиноким, постарайтесь куда-то выйти, переключить себя на что-то другое, потому что очень часто у Вас выходит отшельник. Очень часто. И вот на ошейниях, и там где-то тоже был вначале отшельник, и тут опять выходит отшельник. Постарайтесь не уходить в себя и не отказываться, может быть, от каких-то предложений, что-нибудь там либо обследоваться, либо какие-то таблеточки попринимать. А вот иначе это можно себя довести до депрессии очень глубокой, а это всегда нехорошо. Может быть, кому-то стоит на диете посидеть, отказаться от каких-нибудь вкусняшек, чтобы свое здоровье было максимально хорошим в сентябре месяце. Вот такой месяц получается для близнецов. Желаю, чтобы он для вас прошел максимально благополучно, максимально хорошо, чтобы было достаточно финансов решать все ваши вопросы, все ваши планы осуществлять. Бизнес складывался удачно или дело, которым вы занимаетесь, приносило вам доход и вы были победителем несмотря ни на что. Несмотря на всякие острые ситуации в отношениях, вы все-таки смогли их наладить и стать еще немножечко счастливее или почувствовать себя счастливыми. Ну и крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя и до новых встреч! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...